Сегодня было шествие. Я не знаю, правда, как будет слышно, потому что... Я буду говорить громче, если что. Замечательно, да, замечательно. Так, сегодня было шествие. Да, сегодня, 25 мая, на выставке ВДНХ «Здоровое Отечество» совместно с выставкой, с Международным форумом «Россия» провели торжественный парад шествия, приуроченный к 105-летию со дня первого парада с 1919 года. Мы возрождаем эту большую традицию, мы возрождаем большой праздник спорта. Мы получили от всех возможных структур поддержку и отмашку на реализацию. Сегодня дали мы обратный отчет на парад в 2025 году, по дню физкультурника на Красной площади. Мы будем к нему очень тщательно готовиться, приглашать все спортивные федерации и делать из этого еще более огромный всероссийский праздник, который станет, я даже не знаю, как его назвать, но, честно говоря, у нас планы грандиозные, но это будет чем-то незабываем для людей со всех уголков, не только для профессиональных спортсменов, но и физкультурников, и жителей нашей страны, граждан, кто придерживается здорового образа жизни, наших ценностей, кто поддерживает нас, наше движение «Здоровое Отечество». Для всех открыто, будем рады всех видеть, будем над этим работать, уже к проекту приступаем буквально через пару месяцев, потому что работы много. Видео выложу обязательно, и у меня один вопрос. Почему не все люди включаются? Какая-то часть немножко стоит, как-то не входит. На самом деле, я думаю, что это зависит от некой привычки и культуры, которая, если ранее в советское время она закладывалась для каждого из нас, то сейчас этот момент упущен. На данный момент есть очень много программ, и культурных в том числе, для того, чтобы поднимать патриотичные настрои среди молодежи, подрастающего поколения, и взрослых, которые могут несколько угаснуть ввиду проблем, ввиду каких-то смен ценностей или просто усталости. Вот, например, наше шествие — это в том числе такое мероприятие, которое поможет людям встряхнуться, вспомнить, что это, понять, что это, прикоснуться к этому, потому что таких мероприятий, аналогов не проводятся. И мы хотим... Есть одно. Есть одно мероприятие. Это замечательно. Мы не говорим, что спорт федерации не собираются, это просто скорее не развивается так активно, как должно было бы. И мы делаем вот акцент, пытаемся соприкоснуться со всеми, чтобы зарядить эту цепную реакцию, запустить далее. Я бы даже сказал, и я хочу это упомянуть, как раз здесь можно было опыт перенять. Чебоксары, они в День города каждый день, каждый год проводят. Я уже лет 10 назад еще смотрю. Это же великолепно. Да, это супер. Нам нужно готовить площадки, нам нужно готовить программы и концепции, нам нужно связываться и с Министерством спорта, и с городами, и с регионами. Сегодня у нас были представлены спортсменные. Масло, чтобы масло было. Конечно. У нас есть некоторые ограничения на данной площадке, и мы обязаны их соблюсти в рамках безопасности, в рамках реализации мероприятия. При этом мы старались затронуть, пускай небольшую группу, но отовсюду. У нас вот прибыло 89 представителей из разных субъектов Российской Федерации. Для нас это ключевой и очень важный показатель, что мы смогли дотянуться до каждого региона, включая новые старые территории. Включая, да, со всех уголков, чтобы никто не оставил без своего внимания, без своего отклика это мероприятие. Для нас это очень важные цены, и мы этот отклик получили, и мы будем вести большую работу. Мы обязательно отправим всем благодарственные письма. Обязательно, то есть сегодня для участников шествия мы раздавали значки, сегодня мы приглашали артистов, возрождали ритуал Всероссийскую Зарядку, который раньше тоже присутствовал в жизни каждого, но сейчас утратился. Вот у нас миссий много, и я думаю, что мы поделились сегодня этим со всеми и смогли всех зарядить этим. Дарья, благодарю. Спасибо вам. Желаю успехов и всякого развития. Ой, спасибо большое. Ну а мы будем ждать вас уже в 25-м году на Красной площади. На Красной площади. Всё, пока-пока.